Всем привет, меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Lead Startup и сегодня я вам расскажу про модель Atkar, это инструмент, который предложил Джеффри Хаят для того, чтобы мы могли подвести компанию к внедрению изменений и инноваций в ее структуре для того, чтобы понимать, как это делать и как достичь тех показателей, которые необходимы для старта этих изменений, чтобы они потом действительно были внедрены, а не просто исчезли и разово были инициированы без какого-либо финального достижимого результата. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк и под каждым видео вас ждет статья специально на нашем сайте по конкретной теме и вы можете этим абсолютно всегда пользоваться как базой знаний, мы ее специально для этого и сделали, а также у нас есть классное приложение, которое поможет получить компетенции скромастера, agile коуча, научит запускать продукты и все это с сертификацией, проходите, приложение доступно внизу по ссылочке. Первый элемент модели от Car это awareness, то есть это осознание потребности компании в изменениях, то есть, наверное, с этого стоит начать и обычно у компании с этим меньше всего проблем возникает, потому что мы все понимаем, что что-то не так, это быстро становится очевидно, а вот что с этим дальше делать непонятно, но это уже первая ступенька для того, чтобы понять, что действительно изменения необходимы, потому что, возможно, у кого-то до сих пор есть какие-то проблемы, дисфункции, какие-то сжирающие ресурсы бизнес-процессы, но компания все еще пока не понимает, что что-то пора менять. Также, как во многих компаниях, необходимо, например, уже точно внедрять скром, потому что они работают в условиях крайней неопределенности, им нужно принимать быстрее решения, поставлять быстрее продукт на рынок, но пока ребята еще не до конца понимают, что им это действительно нужно, и тем более не понимают, какие инструменты для этого им надо использовать. Можно задавать ряд вопросов, типа, в чем сейчас какая проблема, на что она влияет, почему так происходит, насколько это изменение необходимо, и эти вопросы помогут вместе с командой, с топ-менеджментом разобраться, что же не так и почему действительно стоит прибегнуть к такому или иному решению. Второй элемент модели от Car это дизайнер, желание, то есть может быть команда понимает, что изменения им нужны, но на самом деле не готова абсолютно никаким внедрением. Обычно наша практика показывает, что за редким исключением кто-то из сотрудников наемных прям реально готов сейчас внедрять изменения. То есть это просто нормальное свойство людей, ребята работают за зарплату, зарплата фиксированная, она все равно, скорее всего, упадет. Если ты не допускаешь каких-то явных факапов, то, скорее всего, все равно у тебя все будет хорошо. И в этих условиях нет смысла просто заморачиваться, мы простым языком выражаемся, но, грубо говоря, нет смысла предпринимать какие-то действия для того, чтобы какие-то процессы изменить. А зачем? Соответственно, желание к изменениям, когда мы понимаем, что ну точно уже что-то надо менять, так же, как, например, люди, которые понимают, что им надо заниматься спортом по тем или иным причинам, связанным со здоровьем, у всех наступает разная абсолютно ситуация, разные этапы, когда они точно понимают, что вот завтра надо идти заниматься таким-то видом спорта в спортзал потому-то, потому-то. У кого-то это врач, у кого-то это вес, который они хотят как-то скорректировать, у кого-то это просто ОФП, чувство потребности в физической активности и так далее. Совершенно не важно, важно просто, что, соответственно, вам это нужно, и вы это осознаете в данный момент. Следующий элемент – это знания. Знания, естественно, необходимы для того, чтобы корректно внедрить какие-либо изменения, но обычно тут на помощь приходят консультанты. То есть консультанты за довольно серьезный прайс, они, скорее всего, обладают определенной экспертизой, и топ-менеджменту гораздо проще сделать так, чтобы эти знания привнесли специалисты, которые специализируются на том, чтобы эти знания в компанию привнесли и внедрили именно те люди, которые занимаются этим профессионально, у них большая насмотренность, и, скорее всего, результат там будет больше ноля, так скажем, позитивный, неотрицательный, и в итоге какие-то инициативы в компании все равно останутся, и знания, соответственно. Вот, например, мы работаем по такой же схеме, то есть мы приходим в компанию, показываем экспертную точку зрения, демонстрируем ее, и на фоне этого вносятся какие-то изменения, какие-то практики в компании остаются. У людей может быть большое желание, но они действительно могут просто не знать, как внедрить ту или иную инициативу, и с чего вообще начать, и вообще, в принципе, как это реализовывается. Поэтому тут задача либо дать людям знания о отправивах на обучение, либо нанять консультантов, которые придут и сделают это все за команду. Способность. Расскажу кейс. Способность – это возможность, скорее, просто внедрить в текущий момент и иметь для этого все необходимые условия, какую-то инновацию или получить знания. То есть, например, самый банальный наш кейс – это внедрение скрам. Внедрение скрам происходит обычно так, что приходит какой-то человек в компанию, там, SEO, например, и говорит, «Ребят, все, завтра у нас скрам, и вот ты продуктован, а ты скрам-мастер, и ребята с этим что-то делают». Но так оно, к сожалению, не работает совершенно. Поэтому тут рекомендация простая. Внедряйте тогда, когда понимаете, что у вас на это есть возможность. Например, в скраме очень важно, чтобы команда, которая внедряется, эта вся история была выделена на фулл-тайм, чтобы фреймворк там закрепился, и они ни на что не отвлекались, сфокусировавшись конкретно на конкретном процессе. Если вы не можете себе позволить так поступить с командой, предоставить им такие условия для развития, то, скорее всего, просто ничего не сработает, будут потрачены зря время. Если вы еще нанимаете консультантов, то, соответственно, вряд ли результат вас потом удовлетворит. Ну и закрепление, как в любом процессе обучения, reinforcement – это очень важный элемент. Это закрепить, и обычно, когда также консультанты приходят за какую-то инициативу внедрять в компанию, после этого происходит так называемый трекинг, когда ребята приходят в компанию и помогают им уже очень изредка просто корректировать процесс внедрения тех инициатив, над которыми они до этого вместе работали. И это необходимо просто потому, что иногда возникают дисфункции, там, например, в скраме ребята перестают делать стендапы или они разговаривают на ретроспективе о каких-то не связанных с результатом вещах. И чтобы этого не происходило, консультанты корректируют в течение небольшого времени, тратят совершенно мало на это ресурсов из своих команд и компаний. И просто таким образом мы закрепляем эту инициативу. Это было видео про модель от Car. Меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании «Ли Стартап». Подписывайтесь на наш канал, проходите по ссылочкам внизу, там есть ссылка на приложение, на соответствующую статью, где все подробно рассказано. И следите за новыми видео, мы будем делать для вас больше контента.